Дамы, господа, продолжаем тестовые прогоны огнемета в дневном освещении со звуком. Вот тут у нас открыто окно. Обещали просто, что огнемет будет уметь звукоподавление ветра, что он не умеет, а умеет наоборот ветер. Случилась очень смешная история. Дед вышел на улицу, ну там, по разным вопросам, допустим. По вопросу вынести мусор, там купить контента. И все же закрыто. Время-то день, 10 утра. И дед дошел до одного такого необычного места. Сейчас он возьмет, тут немножко тоже дуб материалов. Вот необычное такое место, куда он обычно не ходил. А там оказывается огонь вообще. Там оказывается филиал Жигулевского пивзавода, прямо около деда. И дед попал в очень неловкую ситуацию. Это реальная ситуация, вот известная вам, когда Олег пошел за пивом и купил не того. А это дед пошел за пивом, разговорился с продавщицей. Ну, сами знаете, просто прогрузил как бы бедную несчастную даму. И в итоге вместо как бы двух, вот я хотел взять два элитного, два, чтобы вам вот в очередной раз его показать, как оно выглядит элитное. И потом взял одно нулевое. Оказывается, пивзавод Жигулевский теперь и безалкогольное пиво выпускает. А когда я себя уже обнаружил, идущим домой, обнаружил, что у меня еще есть три фон Вакана Эль. Да, три мне не надо было вообще, но теперь у меня есть. Такие ситуации бывают с дедом чудит, пуще Брежнева. Вот, на этом, наверное, все. Вот, трамвай, у нас поехал трамвай. Вот, элитный трамвай самарский. С Wi-Fi, кстати, трамвай непросто. Вот, давайте на этом завершим тестовый прогон огнемета. И скоро уже, скоро огнемет приступит к своим основным обязанностям. До новых встреч!